Александр Евгеньевич. Так, это в начале 90-х годов я стал ходить на занятия к замечательному руководителю Сергею Михайловичу Костюм. Он роден из САК, в Евпатории, духовное имя Сурья. Он ученик знаменитого Арсентема Стаценко. Рассказывал нам часто про Саи Бабук. Короче, он говорил всё время вегетарианство, голодание. Я до 96-го года у него занимался, а в 98-м году понял, что надо голодать. Начал голодать день, сутки, трое. В конце 2019-го года дома 45 дней голодать. Два литра воды пил, два литровая кружка, я смотрю. 20-й год, март, апрель, какой-то вирус, мне сказали, там обострение. Десять дней по-сухому, не умываться, не пить. И я уверен, что блокада Ленинграда, когда была, люди могли бы выжить. Только есть нельзя. Недоедание – это плохо. Когда ты 50 грамм ул съел, и тебе всё время хочется есть. Мне двое блокадников рассказывали, это страшное дело. А когда голодаешь, то легче это всё перемешать. Потому что, кто его знает, и не дай бог, это блокады. Всё в голове. Да. Всё в голове, а не в двух. А голодок давай, давай, напомни. Это животный инстинкт. Да, напомни. Мне же показывали люди про блокады Ленинграда. И трупы ели, и голубей там ели, и друг у друга карточки воровали. Ну, Саша, слушай, вот так вот, даже так вот. В принципе, да, вот первое – это нажраться травы, нажраться, ну, поли, это съедобный. Но переваривает, организм тратит энергию на переваривание растительной пищи. На переваривание мяса очень много. Нет, понятно. А растение – это естественное? Нет, это естественное. А на мясо очень много энергии. Нет, я правильно понял, его имеет в виду вот что. Конечно, пищеварение у коров, которые питаются только растительной пищей, совершенно другое, конечно. Смотря какие, в каких количествах, потому что коровы употребляют в больших количествах растительной пищи. Конечно, можно ты чаи делаешь, можно чаи делать, да. Все это. Кстати, мы перешли к теме вопроса питания, потому что питание тоже интересная тема, мы ее вроде не рассматривали так. Нет, ну, Саша, слушай, можно липовую лук, ну, кору есть, можно березовую есть, так вот, тут же она съедобная. Да. Ну, когда она будет, пока она будет перевариваться, на это, грубо говоря, энергия уйдет больше, чем ты получишь. Да, так. Ну, за то же лук будет полный, за то у тебя голова свободная. Вот мы сегодня утром говорили, я тогда только слово скажу по поводу тоже, это тоже вопрос выживания. Ну, огонь, это ладно, это другая проблема. Делево. Ну, я уж могу сказать, потому что я 45 лет езжу, потому что с кого я только не видел и с кем не был. Потому что когда мы приехали, вот Саша первый, ой, сколько здесь много дерева. Это кажется, что много дерева. Кажется. Потому что когда 10 дней, месяц, вот, дождь будет лить, все будет сырое абсолютно. Поэтому с этой точки зрения, конечно, надо сухое. Сухое, как правило, я долго не буду говорить, только скажу, что нижние сучки сосен, которые везде обломаны, они везде обломаны, потому что туристы их уже, потому что они лежат, чтобы пропитаться водой, они еще должны полежать какое-то время, нижние сучки сосен, это первое, все сухие стоящие деревья, все сухие стоящие деревни, любое, вломаешь, оно сухое. Нам повезло, кто-то спилил сосну, где мы сейчас стоим, но у сосны зеленые, еще зеленые вот эти иголки, она наполовину сухая, то есть, грубо говоря, вот когда толстые, когда веш, они идут, а зеленые, они наоборот калории забирают, сухие дрова забирают калории, еще все, что ни в коем случае нельзя с земли брать, потому что они гнилые, во-первых, и пропитавшиеся водой. Ты уйдешь, ты уходишь в частности. В частности, да. И опять выживание, это частность. А у нас все взаимосвязано, да, да. Мы говорим о питании, обо всем, а ведь готовить-то надо. Это частность. А огонь, а готовить-то надо, а огонь, вот если нет огня. Ну вот, ты опять начинаешь, так? Тогда уже в теме костров, так, вот, что не пионерский, так, а выкопать в ямку, обложить. И называется индейский костер, он вот такой, для того, чтобы тебе не согреться. Ну, это частность, да. Мне очень понравилось, когда ты, в общем, говорил, вообще, это хорошо. Мне нравится очень, мне и Саша тоже нравится, на философском уровне. Извините, что я вот вас перебиваю, да. А то, что лучше, конечно, философскому уровню, ну, люди умные, они понимают это. На частности, вы правы, конечно.